Снова здравствуйте! Мы продолжаем читать книгу Анатолия Марковича Маркуши «Вам взлёт». Чкалов жив? Идёт усиленная подготовка к очередному авиационному празднику. Праздник обещает быть большим, разнообразным и интересным. На подмосковных аэродромах тренируется множество экипажей. В небе стало тесно. С первого числа введено даже специальное расписание пользования пилотажными зонами. Пять минут отводят отдельному экипажу десять тренирующейся группе. К бетонированной дорожке подруливает дымчато серый астроносый Як-3. Старт просит Иван Юркевич. Короткий разбег и машина в воздухе. Набирая высоту, лётчик выходит на центр аэродрома. На светло-голубом небе чётко нарисован тёмный крестик – самолёт. Вот он замедляет полёт. Кажется, Юркевич примеривается. Выжидает мгновение, другое. И вдруг он делает первый розчерк. А пробикидывает машину на спину. Отвесно валится к земле. Выравнивает самолёт очень низко над стартовой дорожкой. И тут же снова идёт вверх. Машина оборачивается в восходящей бочке. Замыкает петлю. Наращивая темп, лётчик выполняет фигуру за фигурой. Двойной имельман. Переворот. Серия восходящих бочек. И снова вниз к земле. Земля близко. Ошибка в полсекунды и всё. Но фигуры делаются всё сложнее. Темп пилотажа всё выше. Белые струи. Спутницы огромных перегрузок срываются с кончиков крыльев. Перегрузка вдавливает лётчика в сиденье. Наваливается на плечи. Слепит. Мешает дышать. Но фигурный каскад не убывает. Напротив. Он растёт и ширится. Наконец дымчато-серый як приземляется и заруливает на стоянку. Юркевич вылезает из кабины измученный. Красный и счастливый. И сразу же начинается тот обыкновенный разговор после полёта, в котором язык и руки, изображающие маневрирующий самолёт, пользуются совершенно равными правами. Чуть в стороне стоит седой авиатехник. В полку он славится золотыми руками и злым, острым как бритва языком. Вряд ли кто-нибудь из лётчиков может похвастаться признанием старика. Его любимая присказка звучит приблизительно так. Кто лётчик? Ты лётчик? Чкалов лётчик, а ты? Неожиданно старик решительным шагом направляется к Юркевичу. Подходит и говорит. До сих пор думал один на свете пилотажник. Теперь вижу, двое есть. Чкалов и ты. Так и сказал. Есть. Как будто мы не собирались в тот год отметить десятую годовщину со дня гибели Валерия Павловича. Цена секунды. Аэродром замер в ожидании. Акимов и Волков расходились для лобовой атаки. Чтобы понять и по достоинству оценить происшедшие минуты позже, надо бы знать, что старший лейтенант Акимов давно служил в полку, успел повоевать ещё в 1939 году, славился огромной физической силой, наблюдательностью и крепкой истребительской хваткой. Лейтенанта Волкова совсем недавно перестали числить в новичках. Этот молодой лётчик был упрям и своей неистыщимой изобретательностью в полётах успел завоевать всеобщее признание. Кроме того, все знали, что Волков недолюбливал Акимова. Словом, учебно-показательный воздушный бой обещал быть напряжённым и острым. Каждый из противников имел своих болельщиков. Трудно даже сказать, у кого их было больше. Машины сближались с сумасшедшей скоростью. Неожиданно Волков накоренил свой самолёт влево. Сразу же закричали болельщики Акимова. «Сворачивает! Не выдержал! Теперь крышка!» Акимов немедленно начал правый боевой разворот. Это был испытанный приём при уклонении противника от лобовой атаки, уже не раз проверенный Акимовым. Ему, как правило, удавалось вытягивать свою машину выше противника. Он легко переносил перегрузки и превосходно умел взять от самолёта всё. И даже чуточку больше, чем всё. Выиграв высоту, Акимов уже без труда садился на хвост противнику, после чего деваться тому было решительно некуда. Так случалось много раз. Но в бою с Волковым всё вышло иначе. Накоренив машину, Волков резко метнулся ввысь, но он не стал завершать боевой разворот, как было принято. А неожиданно опрокинулся вверх колёсами. И так, в перевёрнутом положении, атаковал Акимова. Он сделал только одну атаку и сразу резким пикированием вышел из боя. На земле между болельщиками разгорелся отчаянный спор. Это просто трюк, говорили одни. Отличный манёвр, возражали другие. А что за смысл в такой акробатике упорствовали первые? Много ли со спины настреляешь? Это уж извините от тренировки. Только от тренировки зависит. И ничего тут невозможного нет. А почему бы и не стрелять со спины? В учебном бою противники стреляют друг в друга, разумеется, не из настоящих пушек, а из фото, кино, пулемётов. Плёнка схватывает положение атакованного самолёта и момент открытия огня. Учитывается каждая секунда. У фотокинопулемёта не бывает любимчиков. Он совершенно беспристрастен и идеально точен. Конец спору положил фототехник. Он принёс срочно проявленные плёнки обоих противников. Акимов был убит на три секунды раньше, чем Волков. Фотокадры не оставляли в этом никакого сомнения. За жизнь машины. Самолёт снижался к земле с одной выпущенной ногой шасси. Другая даже не показывалась из своего купола. Самолёт был большой, и лётчик не мог, набрав высоту, хорошенько тряхнуть машину на пилотаже, чтобы заставить невышедшую ногу пробкой вылететь из купола. Самолёт шёл к земле. Руководитель полётов на аэродроме связался с командиром корабля по радио. «У вас не выпущена правая нога шасси», сказал руководитель полётов с земли. «Знаю», – ответил командир корабля с воздуха. «Аварийную систему выпуска использовали?» – спросил руководитель. «Использовал. Система не срабатывает», – ответил лётчик. «Земля была совсем близко. Вот уже одиноко торчавшее колесо коснулось бетонированной полосы. Но лётчик не дал самолёту покатиться по аэродрому. Он осторожно подёрнул свой корабль вверх и снова пристукнул здоровой ногой землю. И так раз, и два, и десять раз, пока хватало посадочной полосы. Потом он прибавил обороты мотором, набрал высоту и повторил заход на посадку. Он стучал многотонной машиной землю расчётливо и очень осторожно. Он стучал до тех пор, пока застрявшая нога шасси не выскочила из купола и не встала на положенное ей место. Потом он сделал ещё один заход над аэродромом и сел так, как садился не одну тысячу раз до этого. Задание выполнено, всё в порядке, записал лётчик в полётном листе. Указания механику относительно проверки шасси он дал устно. Мне доводилось видеть стрелков, юртуозов, снайперов, которые умеют вбивать в центр чёрного яблочка-мишени всю обойму. У командира корабля было что-то общее с этими мастерами. Выдержка, глазомер, уверенность – скорее всего и то, и другое, и третье. Причал видно? Над Архангельском висел туман, плотный, серый и скользкий. На ближайшие 12 часов синоптики не обещали просветления. Толкаться на аэродроме дольше не имело никакого смысла. В те пятиминутные разрывы облаков, которые всё же появлялись раз в час-полтора, рассчитывать на вылет не приходилось. Никакой дежурный аэропорта не разрешит стартовать в такую погоду. Мы с командиром эскадрильи собрались уже уходить из диспетчерской, когда динамик, тоненько свистнув, заговорил вдруг совсем по-домашнему, без позывных, без всяких официальностей. Привет, Гош, как у тебя видимость? Что обстановка неважная, это я знаю. Ты мне конкретно скажи, причал из твоего окна хоть немножечко виден или нисколько не виден? Только не ври. Вздрогнув от неожиданности, диспетчер отвечал своему воздушному корреспонденту. Причал чуточку виден, но, пожалуйста, не вздумайте садиться. Я за вашу посадку отвечать не буду, разрешения не даю, имейте в виду, ничего не видно, понимаете, туман. А ты, Гоша, не волнуйся, не порть нервы, включи лучше приводную. Отвечать за посадку буду я, понимаешь, я. Так и запиши в радиожурнал ответственность за посадку, командир корабля принимает на себя. Через 10 минут в диспетчерской появился крупный, седой, очень загорелый человек. Вошел и сразу заполнил всю комнату. В диспетчерской сразу стало вдруг тесно. Ну вот, Гоша, ничего не случилось, а ты, говоришь, ответственности не принимаю. Не такой уж злой туман, бывает хуже. Илья Павлович, так вы же учитывайте, есть инструкция. Не я ее выдумал, не я ее утвердил, а выполнять мне полагается, защищался диспетчер. И вообще, всем командирам кораблей я диспетчер подходящий, только вас почему-то не устраиваю. Ну скажите, разве я неправильный диспетчер? Илья Павлович чуть-чуть заметно улыбнулся одними глазами. Ну-ну, правильный диспетчер, не лезь только в пузырь. Ты службу знаешь, не то что на 5 с плюсом, на все 8. Командир корабля был известный полярный следователь, неутомимый арктический пилот, частый гость полюса, герой Советского Союза Илья Павлович Мазурок. Взлет с пятачка. Площадка очень мала, а взлететь нужно обязательно. Летчик в десятый раз вышагивал вдоль полянки, что-то прикидывая и соображая. Следом за командиром неотступно, как тень, ходил бортмеханик с хмурым сосредоточенным лицом. Ничего хорошего от предстоящего взлета механик не ожидал. Болотистый грунт площадки, густая цепкая трава, покрывавшая ее, не радовали. В довершении всех бед на границе вынужденного аэродрома поднимался плотный стеной лес. Значит так, сказал наконец летчик. Здесь я начинаю поднимать хвост. Коля, забей-ка контрольную вешку. Здесь я отрываю машину. Ставь еще и вешку, Коля. Здесь высота у нас должна быть метра четыре. Подлесок не выше. Стало быть взлетим. Так я говорю, Николай, правильно? Говоришь ты всегда правильно. Очень даже складно говоришь. А вот как взлетать будешь, это мне пока неизвестно. Не площадка, пятачок, да еще в стакане. Летчик посмотрел на бортмеханика, вздохнул, смешно почмокал губами, но ничего не ответил. Еще раз прошел он из конца в конец своего неожиданного аэродрома. Потрогал воткнутые Колей вешки и сказал, давай в кабину, привяжись лучше. Смотри за вешками, потом скажешь, правильно ли я рассчитал, понял? Чего уж тут не понять. Только аварийной комиссии наплевать. Пяти метров или пятидесяти сантиметров тебе не хватит. У них одна мерка точная. Не можешь, не взлетай. Летчик снова ничего не ответил. Молча взобрался в кабину, застегнул привязные ремни, запустил мотор и пошел на взлет. Хвост самолета он начал поднимать на метр раньше, чем поравнялся с первой вешкой. Оторвал машину на три метра. За вторым знаком над подлеском прошли на высоте от 15 сантиметров до полуметра. Данные эти должны быть точными. Их определил бортмеханик. На взлете работы у него никакой не было. Только смотри. Прежде Николай всегда подтрунивал над летчиками. Старался где только мог подпустить шпильку. Разыграть, высмеять пилота. Почему? Ну, мне кажется, он завидовал нам. Но после этого памятного взлета с лесного пятачка все изменилось. Теперь он не устает прославлять своего командира во всех аэропортах страны. При этом Коля всегда подчеркивает. И теория, и техника пилотирования у него, будьте уверены, полное соответствие. Что голова, что руки. На сегодня все. Продолжим в следующий раз. Продолжение следует...